Давай повторю. Мыслить просто, но в разных направлениях. Не надо узко мыслить, не надо глубоко вкапываться куда-то. Дайте еще рекомендацию, пожалуйста. Вселенная – это и есть твой мир, из которого ты не можешь никуда деться. Просто идет, как перепрыгивание с одного места в другое. Это все одно целое. Земная жизнь и неземная – это одно целое. Это одна цепочка в расцвете. То, что мы понимаем, все едино. Земная жизнь и неземная. Это все едино, да? Это как ты находишься в шаре. И все одна система, которая не может существовать друг без друга. Внутри. И влияет друг на друга. Внутри, да. Как другие планеты, другие миры вот в этом шаре. Но это все одна система, это все Вселенная. Когда люди думают, что они, например, переходят из одного мира в другой. Но они находятся все равно в одной системе. В одной Вселенной. То есть все измерения – это все в одном? Угу. И то, что говорят, что вокруг космос, мы космос тоже. Внутри нас космос? Нет. Планета Земля. Угу. Даже как космос и Вселенная – это одно и то же. Это на энергетическом уровне, да? На материальном. На материальном? Да. Просто если посмотреть на Землю с другой планеты, тоже с другой планеты можно сказать, что Земля находится в космосе. Да, конечно, так и есть. Все находится в одной сфере. И даже функционируют друг с другом. Вот эти энергетические переходы, к примеру, души. Это как круговорот. Есть энергетические связи планеты с планетой. Энергетические связи. Это можно объяснить на человеке. Вот все органы по раздельности, но они существуют все вместе. А вот эти энергетические связи, это как кровь, которая бурлит, да, и протекает по организму. И с одного органа проходит в другой, в третий. Так же энергии между планетами. Энергетические связи, они тоже есть, они тоже работают. Поэтому вот эти треугольники, бермудские или дыры в пространстве, это и есть как энергетические каналы планеты с планетой. И когда люди попадают туда, люди, предметы, что-то попадают в эту область, в эту зону, она может перенестись на другой конец энергетической связки, то есть на другую планету. И существовать там уже в другом образе. Не обязательно в физическом, в другом мире. Потом они возвращаются, могут вернуться? Могут вернуться. Но это очень-очень редко бывает. Обычно при попадании таких, они уходят. И могут как на Марсе, на Венере, да, оказаться? Да, могут оказаться в других, как в плоскостях, в других пространствах. Но люди мыслят просто совсем плоско и воспринимают всё на своём земном уровне. На самом деле, когда человек приходит в другой энергетический план или в другой физический план, это не потеря человека. Это развитие, это круговорот, он идёт дальше. Без этого всё бы остановилось, не было роста. Почему есть места силы? Места силы — это точка входа, область входа. От другой планеты — наполнение, энергетическая связь. Наше наполнение. Да, наполнение планеты Земля. Есть области, где планета Земля даёт энергию, да, проходит энергия через Землю и уходит на другую планету, на другие планеты. А есть области, точки на планете, куда входит энергия из других планет. Даже планеты — это как-то не очень правильно сказано, больше других областей. Потому что планеты — это материальная структура, ту, которую мы видим как люди, ту, которую мы можем пощупать. А есть области как энергетические, те, которые мы не видим и не можем пощупать. Но это связано только с нашей физиологией человеческой. Поэтому есть места силы, в которых люди наполняются, они как раз таки наполняются там энергией из других областей, можно сказать так, из других закуточков Вселенной. Это чаще в горах или где это бывает? Чаще в горах. Но даже я могу сказать, что почему в горах? Изначально в том месте, где не было гор, эта энергия притянула плиты. Так что плиты столкнулись, да, и выросли горы. А то, что горы — это тоже уплотнённая энергия, очень сильно уплотнённая энергия. То есть горы — это как шар. Не очень понимаю. Разъясните, как понять горы как шар? Как энергетический шар. Когда две плиты столкнулись, там появился как энергетический шар. Горы немного вокруг них. Поэтому так все дотянут. Там уплотнённая энергия. Да. Есть места отрицательные, где неприятно находиться. Потому что там как раз идёт отток энергии. То есть Земля отдаёт. Дальше во Вселенную, на другую планету ещё куда-то. Другую планету, да. В таких местах опасно находиться? Опасно, потому что в таких местах энергия, когда ты стоишь, это как душ только снизу, которая выводит из тебя твою энергию, передаёт её дальше. Как научиться обходить такие места? Не попадать? Надо чувствовать такие места. Их сильных не так много, а маленьких мало. Там даже люди сами как бы открывают такие места. Как порталы негативные, что ли? Ну да. Где-то связано, скажем так, с магией. Ага. Когда открывают, например, жертвоприношения. Это же открывает такой канал, что… Ага. Понимаешь, жертвоприношение – это отдать энергию. Ага. Да, отдать. Или если маленькие такие. Очень… Понимаешь, это бывает, например, в местах проживания, в квартирах, ещё где-то. Тогда надо либо переезжать, либо закрывать такие места маленькие. Вот-вот… Мы же можем, имеем право такие места закрывать? Такие места мы имеем право закрывать. Маленькие, которые были открыты человеком. А природного характера есть такие места? У природного характера есть такие места. А как они, может быть… Но они есть как двух типов. Одни нужны как для существования Вселенной, как одного организма. Так же, как и человек принимает пищу, принимает организм нужные микроэлементы, минералы, витамины. Остальное выводит организм. Так же и планета Земля принимает энергию в себя, то, что нужно, берёт. А есть такие места, как выводить скопившуюся, ненужную для Земли энергию. Эти места мы не имеем права закрывать. То есть они нужны для взаимодействия, для жизни. Для взаимодействия, для жизни. Как-то на поверхности Земли как-то они выделяются, эти негативные места? Ну там озеро, например, или как они, если горы это позитивные, скажем так, мы видим их визуально. А негативные, каким они? Нет, я не могу сказать, что всегда горы это позитивно. Это вот зависит ещё от расположения. Понимаешь, планета Земля круглая и взаимодействие с другими планетами, видимыми, невидимыми, другими элементами нашей Вселенной, они поступают со всех сторон. То есть со всех точек Вселенной. А где больше всего скопления таких, скажем, позитивных точек? Это может быть, я имею в виду, экватор или какой-то... Это больше всего солнечная система, чистая система. Ну, область Солнца. Не понимаю, что значит область Солнца? Ну, это экватор, солнечные страны. Там получается больше энергии. Даже вот пример взаимодействия планеты Земля и планеты Солнца. Планета Земля же получает от Солнца энергию. Просто эту энергию человек в силе увидеть, почувствовать. Всё правильно, когда происходят магнитные бури или сбои какие-то, тогда энергетические, чувствительные люди, они чувствуют, они не понимают, почему, что происходит. Но на физическом плане у них идёт отображение. Хорошо. Как-то был у нас однажды разговор, что есть плюс нашей планеты и минус. Как это она разделяется, может быть, по полушариям? Ну, я тебе скажу, так как я вижу, что они показывают, самая такая благоприятная, это экватор и полюса. Полюса. Северный и южный. Северный и южный. Самый яркий – это экватор. Полюса, они чистые. То есть они не настолько энергетические. Забиты. Засолены. Хорошо. А минус? Где находится? Нету чёткого минуса? Ага. Там уже как плюс на минус. То есть сама такая малоблагоприятная среда. Между полюсом и экватором? Угу. Там плюс на минус. Ну, плюс-минус, плюс-минус. То есть уйдёшь по улице, да? Плюс-минус, плюс-минус. И всё правильно. Видишь, что полюса, они пока чистые, они как законсервированные. Угу. Потому что там мало людей, да? Из-за этого? Нет, эти точки, они поэтому… И потому что мало людей. Угу. Ну, это не из-за этого. Земля действительно меняет своё направление. Полюса меняют своё расположение. То есть земля как будто поворачивается. Северный полюс, он ложится больше в левую сторону, наклон идёт. Угу. А южный полюс вверх поднимается больше вправо. То есть будет меняться расположение земли. Ось, ну, так нас принято называть, ось земли меняется. Это имеется в виду? Да. Угу. И тогда экватор уже будет проходить через северный и южный полюс. Они будут как горизонтально находиться. Ух ты! И когда это произойдёт? 400-500. Лет? Угу. Угу. Ну, это не первое. То есть это так земля существует, она так крутится. Потихонечку-потихонечку она меняет, меняет, меняет. Меняет, меняет. Поэтому очень в самой земле, да, земная кора, земная текстура, она вся меняется. И не всегда могут понять, ну, там учёные, которые копают сейчас, как это было, что это было и почему. Это из-за того, что земля тоже крутится, вода перетекает, понимаешь, из одной плоскости в другую плоскость. Это приливы отливы? Ну, как из одной, даже не приливы отливы, то есть моря будут меняться. Всё будет меняться полностью. К примеру, где была суша, там будет вода, где была вода, там будет суша. А, как будто дышит, она меняется. Потому что сейчас есть города под водой, всё понятно. Ну, это не резкий скачок молниеносный. Это всё постепенно, постепенно, плавно перетекает. Хорошо. А что внутри планеты находится? Пустота. Там есть какое-то ядро или кристалл? Ну, можно сказать, там как энергетический центр, батарейка или накопитель. Вот так вот. А как это выражено? Там огонь, свет или вакуум, пустота? Или солнце ещё одно? Что там такое? Там энергия, но у нас светлая. Какая-то жизнь там есть? Внутри Земли, в глубине? В глубине самой. Но энергия – это тоже жизнь. Такое физическое плотно нет. А хорошо, энергетическое есть. И эта энергия, она как? Она понимает, что она живёт? Она единица? Или она часть чего-то? Ну, то есть она самодостаточная? То есть как Личность в нашем понимании? Вот и так. Если в нашем понимании, то… Ну, к примеру, сердце. Да. Оно самодостаточное, оно Личность. Нет, оно работает в совокупности с чем-то. Это как механизм. Но механизм – это такое грубое, как необтёсанное слово для этой всей системы. Такая гармония, гармоничная жизнь энергетическая, которая меняется, тоже есть какие-то воздействия, импульсы. Поэтому и в парад планет, когда все в цепочку устраиваются, да, что-то очень сильное происходит, мощное, важное для людей, для всего. Красиво всё. Очень красиво. Ну, парад планеты – да. Как скажем, мощный энергетический портал, заряд, когда ты единовременно, да, все эти планеты делятся энергией Землёй и передают эту энергию через Землю дальше. Потому что Земля не от всех планет этих получает энергию. А тут есть такой момент, когда выстраивается в цепочку парад планет. Открывается как энергетический портал. И куда энергия идёт? В область Земли идёт. И к Солнцу? То есть сквозь Землю к Солнцу или от Солнца идёт и дальше? Она идёт сквозь Землю и дальше идёт в другие области. В Вселенной? Угу. В области Вселенной. Но источник из Солнца получается, да? Нет. Откуда начинает ход этой энергии? С самой верхней планеты. А какая самая верхняя у нас? Посмотришь. Значит, от самой верхней, через все планеты, через Землю и к Солнцу, да? Почему к Солнцу? Тебе сказать, что не к Солнцу. Ну, я так понимаю, что выстраивается парад планет от Солнца и до самой крайней планеты. Земля третья. Земля третья. Не могу понять, откуда идёт и куда. Ну, понятно, что дальше уходит во Вселенную. А начинается этот ход. От самой крайней планеты. От самой крайней планеты. Как бы сверху вниз до Земли, а дальше уходит она, разделяется на другие, но делится с другими областями. Угу. Хорошо. И это позитивная энергия. Хорошо. Значит, мы, люди, то есть в эти моменты наполняемся энергией? Ну, люди наполняются, но основная цель – это наполнение других планет. Угу. 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 Это как семья. Ну, все по раздельности, когда семья встречается вместе… Хороший пример. Идёт наполнение. Да, да, да. Как-то на праздник весь род съезжается, вся семья собирается. Да. Все друг друга видят, чувствуют, и большой праздник. Внутри большая радость происходит. Великолепно. Красиво. Что, галечка, дальше видишь? Как земля отдаёт энергию дальше. Угу. Делится энергией с другими. Угу. Она наполняется, насыщается. Люди, да, люди берут энергию, но они берут там лишь одну миллиардную какую-то долю, долю этой энергии. Настолько мощные потоки. Земля впитывает много. Дальше земля делится энергией. Как кровь по сосудам, по клеточкам растекается, по органам, так же и земля делится энергией. Энергией. Так же, как и мы, люди, делимся друг с другом энергией. Всё правильно, семья встретилась, напитались все, да, подъём энергии, эмоций, разъехались, и человек на этих эмоциях, он как заряжен, и он делится дальше с другими, на работе, с сотрудниками, с друзьями. Так же, земля напитывается, излучает, передаёт дальше. Да, здорово. Красиво. Учёные наши знают, что земля растёт, постоянно увеличивается. Это происходит за счёт чего? Что она в размерах увеличивается? Ну, за счёт роста планеты, как они показывают, ничего странного, как бы в этом нет. Клетка, она же растёт. Человеческая клетка тоже растёт. За счёт чего? За счёт энергии. И внутренне вырабатываются все эти минералы? Золото, там другие, другие, нефть, газ. То есть, всё же это вырабатывается, как будто каким-то реактором мощным, большим. Есть такая теория. Ну, я бы не сказала, что реактором нет. Это всё энергия. Это всё энергия, просто она идёт, уплотняется, понимаешь, в разных местах. И вырабатывает то, что надо Земле, планете Земля. Все ископаемые минералы? Угу. А то, что люди берут, это нормально? Ну, золото, например, из земли, там, нефть, газ. Это как, принимать как дары или всё-таки это какое-то паразитическое потребление этого всего? Ну, ты же понимаешь, что некоторые берут как дары, а некоторые злоупотребляют. И пока полностью не издязают ту или иную территорию, они её не отпускают. Отдыхать. Угу. Как к этому относиться, да? Можно так, можно так. Можно брать как дары, а можно? Нет, ну, некоторые люди берут как дары, а некоторые люди очень похабно относятся. Истребляют. Хорошо. 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 Это все, наверное, хорошо Да, хорошо Благодарим за приятную беседу За информацию Благодарим все высшие силы Хорошо, спасибо Приятная была беседа